ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снижение от 1 млн до 300 тыс. рублей депутаты законодательного собрания представили новые размеры штрафов для НТО на рабочем совещании. Депутаты предложили поэтапное введение штрафов. Размеры снизили как за размещение НТО на придомовой территории, так и незаконную торговлю. С 1 августа этого года максимальный размер санкций для юридических лиц намерены сократить почти в 7 раз. С 1 млн до 150 тыс. рублей. Суммы планируется увеличить с 1 мая 2019 года, но они не превысят отметку в 350 тыс. Для граждан штрафы изменят незначительно, но для должностных лиц максимальный размер сократят вдвое с 50 до 25 тыс. рублей. Встречались на нескольких рабочих совещаниях с уполномоченным по правам предпринимателей, с представителями предпринимателей, торгово-промышленной палатой. И как раз никто не спорил о том, что порядок наводить надо, закон исполнять надо, но экономическое обоснование тех или иных штрафных санкций требует доработки. Собственно говоря, когда мы сегодня предложили, это, ну я бы так сказал, взгляд рабочей группы на те объемы доходов, которые получают сегодня предприниматели с объекта торговли. Мероприятие прошло с участием представителей пермского бизнеса и мэрии города. Добавим, в пермской торгово-промышленной палате накануне также обсудили проект и пришли к мнению, что штрафы необходимо снизить. В других регионах страны они значительно ниже подчеркнули в ТПП. Пермский край впервые в истории примет Кубок мира по прыжкам с трамплина «Синяя птица». Это решение принято только что в Греции. Подробностями с телеканалом РБК поделится Александр Постоногов, президент Федерации по прыжкам с трамплина Пермского края. Он на связи с нашей студией. Александр, приветствую. Расскажите о событиях. Да, добрый день. Здесь проходит... ...раз пить. Хорошо, представитель 1260 лет и 130 лет. Вот и очень интересно, что... ...на Конгрессе, кроме нас, очень много интересных моментов. В частности, борется Словене и Норвегия за проведение этапов чемпионата мира и Кубка мира. И для нас это техническое заседание, где прошла презентация уже для всех представителей нашего проекта. И было техническое голосование. То есть мы в календаре уже все это 100%. Но самое интересное будет, конечно, вот как раз в ближайшие дни, когда выберут между Норвегией и Словенцией, и кто же будет проводить чемпионаты мира по лыжным видам спорта в 2021-2023 годах. Александр, спасибо. Держите нас в курсе событий. Мы переходим к другим темам. Конкурс по техническому перевооружению нижней механики сцены театра «Театр» признан несостоявшимся по данным сайта госзакупок. На участие в конкурсе заявка поступила только от компании «Пермстрой Медплюс», которая уже выполняла заказы для театра в 2014 году. Поступившая заявка будет рассмотрена 18 мая. Напомним, что заказчиком перевооружения сцены театра выступает Управление капитального строительства Пермского края. Техзаданием предусмотрена реконструкция сценического комплекса и оркестровой ямы. На выполнение данных работы с бюджета Пермского края выделено более 160 миллионов рублей. На перевооружение сцены подрядчику будет дано 182 календарных дня. Чистая прибыль компании «Покровский хлеб» в прошлом году выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Годовой отчет и перспективный план развития публикует само предприятие. Выручка общества за 2017 год, согласно документу, составила 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Годом ранее сумма была больше почти на 100 миллионов. При этом по разработанному плану развития показатель в текущем году должен увеличиться на 5 процентов, в 2019 еще на 10. Аналогичную динамику должна показать и чистая прибыль. В отчетном году она составила 335 миллионов рублей. К 2020 может достичь 387 миллионов. По оценке специалистов компании, одним из важнейших направлений развития является прирост реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, также товара с длительным сроком хранения. Кроме того, автоматизация производственных процессов и, как следствие, рост производительности труда, также увеличение реализации в других регионах, расширение географии поставок. Ну и добавим, Покровский хлеб в начале текущего года приобрел компанию конкурента «Первый хлеб», принадлежавшую депутату краевого парламента Юрию Борисовцу, увеличив тем самым долю своего присутствия на рынке до 45 процентов. Рубль слабеет на открытии торгов. Эксперты портала Банки.ру отмечают, против российской валюты играет как локально дешевеющая нефть, так и продолжение укрепления доллара на международном рынке. Однако во второй половине дня у рубля появится причина для укрепления. Поддержку рублю будут оказывать начинающийся налоговый период и возобновление в среду аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Поэтому до обеда весьма вероятен уход рубля в диапазон 62, ровно 62,40 за доллар, а дальнейшая динамика на валютном рынке определится, исходя из внешнего фона, полагают аналитики. Добавим в стоимость нефти. Бренд в ходе торгов в понедельник превысила 78 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года. Дополнительным стимулом к покупке фьючерсов на нефть стал ежемесячный отчет ОПЕК, в котором сообщается, что картель увеличил прогноз по спросу в 2018 году. Ну а лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми в банке Финам 61,79, по продаже в БКС банке 62,09. Лучшее предложение по покупке евро в банке Рост Финанс 73,85, по продаже в банке НЕЕВА 74,08 рубля. Эти и другие новости на нашем сайте. Оставайтесь на РБК и до встречи уже через час.